На первый взгляд даже кажется, будто бы эта книга предназначена для тех, кто будет читать ее в трактире. Как будто бы вот некий такой мужик там, выпив пиво, закусил селедкой, грязным рукавом вытер усы и сел читать эту книгу. Это с одной стороны так кажется. Всем добрый вечер, дорогие друзья. Я вас снова рад приветствовать на своем канале. Трудно, конечно, скажем так, продолжать после столь длительного перерыва. И хотя я в это время не бездействовал, я занимался подготовкой к тому, чтобы выпустить новую серию. Книга называется «Гаргантюай и Пантагриэль». Написал ее Франсуа Рабле. Книга неоднозначная. Я бы сказал, что книга для взрослых. Причем для взрослых с подготовленной психикой. Потому что порой эти сцены и описания, которые в этой книге очень красочно, живо проиллюстрированы, они не в каждом фильме современном можно позволить такое снять. Я смеюсь, но кто читал, тот меня понимает. Итак, я думаю, что мы с вами этот урок сегодня построим следующим принципом, по следующему сценарию. Учитывая, что... А давайте я сейчас перейду в наш раздел «Уже не Библия». Мы с вами прошли 26 библейских карт. И сейчас переходим в раздел Рабле. Здесь тоже немало карт, меньше, чем в библейском повествовании. Но, тем не менее, 14. И, не считая Библии, это наибольшее количество карт, которые принадлежат какой-то одной книге. И на сей раз я решил поступить несколько по-другому, учитывая, что я прочел всю книгу. И когда читал, понятное дело, не просто читал, а с прицелом на те карты, которые должны здесь быть раскрыты в этой книге, я сразу же себе и выстраивал некий хронологический порядок. Поэтому мы с вами будем следовать не так, как в библейском повествовании, когда мы шли от старших ирканов к младшим. А мы пойдем с вами в хронологическом порядке. И сегодня у нас на очереди Туз Пентакли. Если вы посмотрите на все карты, вот они перед вами, 14 штук, то видно, что Туз Пентакли, он, в общем-то, расположен и не в середине, и не в конце, и не в начале, где-то так, ближе к концу, скажем так. Заходим. Стоит сразу обратить внимание, что у нас Туз Пентакли, которую компания Лос Карабео выделила из гравюры, она почти полностью занимает и саму гравюру. Совершенно небольшая часть осталась слева и справа, совсем чуть-чуть сверху, но суть нам, в общем-то, она передает. Видим надпись. Юный Гаргантюа изучает глобус. Все понятно. Ученик, школьник, который в окружении учителей занимается тем, что изучает какие-то науки, грызет, так сказать, гранит этот. Я думаю, что, может быть, имеет смысл также этот урок посвятить частично небольшому обзору, а что же это за книга Гаргантюа и Пантагриэль, о чем писал Рабле, какие темы он раскрыл. Я думаю, что это не будет лишним для тех, кто вовсе не собирается не читать, не слушать аудиокнигу и не читал ее так же, как и я в свое время. Но сейчас, дабы иметь какое-то общее представление вообще, кто это и что это, честно говоря, я неоднократно в течение своей жизни слышал о неком Гаргантюа, Пантагриэле. Я представлял, что это великаны, но понятия совершенно никакого не имел, о чем эта книга и уж тем более, какие темы там раскрываются. И когда эти гравюры попадаются в картах Таро, казалось бы, ну, волей-неволей я начинаю задумываться. Серьезная тема поднимается в этой книге? Может быть, даже так? Давайте. Коль Евгений надчеркал здесь что-нибудь в книжке, давайте почитаем. Франсуар Абле родился в Шиноне, он был младшим сыном мелкого судебного чиновника. В 1510 году он поступил во Францисканский монастырь и до 1524 года пробыл монахом в Фонтене-Ле-Конт. Обратите сразу внимание на года, когда это была книга написана, ну, пока еще о ней самой не говорится, но в 1510 году рождается Франсуар Абле. На секундочку, это больше, чем 500 лет назад, 513 лет назад. Ложно сказать, что свою книгу, вот эту большую и толстую, он написал не за один раз, не за один присест. Да она, в общем-то, и состоит внутри из нескольких книг. Когда он выпустил свою первую книгу, то он сказал, что в два месяца было продано столько, сколько не купит Библии за 9 лет. На первый взгляд даже кажется, будто бы эта книга предназначена для тех, кто будет читать ее в трактире. Как будто бы вот некий такой мужик, там, выпив пиво, закусил селедкой, грязным рукавом вытер усы и сел читать эту книгу. Это с одной стороны так кажется. А с другой, когда ты начинаешь читать сквозь эту всю мишуру и шелуху, даже не то чтобы между строк, а после первой, второй или третьей главы или вперемешку, то ты понимаешь, что там поднимаются сакральные вопросы, поднимаются животрепещущие темы. И хотя во многом эта книга событийная, и она отвечала на вопросы того времени, и высмеивала, а порой превозносила персонажей, которые жили во времена Робле, но она поднимает и затрагивает вопросы общечеловеческие. Ее также полезно читать, как и Библию, которая была написана тысячи лет назад, так и эту книгу. В общем-то, по большому счету, мы с вами не поменялись. Мы с теми же проблемами, с теми же желаниями, с теми же телами, какими мы есть сейчас, мы такие были и 100, и 200, и 500 лет назад, во времена Франсуа Робле. Мы такие же, проблемы у нас такие же. Все аналогично. Вокруг, может быть, мир немножко поменялся, чисто визуально, вместо лошадей автомобили, вместо частных домов многоэтажки с квартирами. Но мы-то остались с вами прежние. Те же ценности, те же проблемы, те же решения. В этой книге они есть. Как ни странно. Отдельные высказывания, намеки, озерные, порою выходки, хорошо били в цель. Но вместе с тем чувствовалось, что автор хочет сказать больше. Ему недоставало либо обстановки, подходящей для систематизирования мыслей, его волновавших, либо необходимого материала. Лучше всего ставить систему образования так, чтобы воспитываемый не различал, где начинается учение и где кончается отдых. И лучше всего, когда отдых и учение так чередуются между собой, что и то, и другое воспринимается с большой радостью для воспитываемого. То есть тут вообще некий нонсенс. Он со страниц книги говорит, а это 500 лет назад, говорит о том, как правильно было бы делать систему обучения, чтобы ученик не понимал, где отдых, а где обучение, чтобы одно сменяло другое, и чтобы и то, и другое было в радость. Спустя несколько веков не все некоторые школы и учебные заведения пришли к тому, что так можно делать, и к такой методике. И она уж точно не является общенациональной хотя бы для одной из стран нашей планеты. И все это выглядит в виде некой сказки, в виде каких-то несуществующих стран или какого-то аббатства, которое, в общем, как шутки-прибаутки, но с очень серьезным скрытым смыслом. И, конечно, здесь затрагивается и обучение, воспитание, политика, общество, отношения между мужчиной и женщиной, как строить семью. И все это в забавной, в форме. Здесь так красочно, так сочно, так аппетитно описываются почти в каждой главе или через две так точно те все яства, которые они поедают и в таком количестве, что как бы вы не были сыты, вы захотите очень вкусно, я бы даже так сказал, с неким таким шиком сесть и что-нибудь отобедать. Если вы сейчас у ваших детей, у современных отбираете гаджеты, дабы они не зашли, куда-нибудь что-то не прочитали, ой, не увидели, не посмотрели, какие-то видео запрещенные, то вот книга. А фантазии дорисуют там такие картинки. Мама не горюй. Может быть и хорошо, что я и не прочитал в школе. Может быть, меня Бог уберег от чего-то. Не знаю, не знаю. Можно было бы просто сказать буквально в двух словах, что читайте, книга интересная, там затрагиваются важные темы. Честно говоря, книга мне давалась нелегко. Особенно первых страниц так 200. Потом несколько попривык я к тому, что автор постоянно смешивал какую-то белиберду, какую-то отсебятину, да несколько страниц перечень того, что они ели, или кто был в аду, или еще какие-то вообще не к месту, не сбоку припеку, какие-то, ну, как набор слов, что ли, воспринимается. И временами я даже их пропускал. А потом понял, что нет смысла их пропускать. Если они там написаны, то стоит их прочесть. Ну, я себя, честно говоря, пересилил, несколько раз я прочитывал, и должен сказать, что было такое ощущение, когда... Знаете, с чем это сравнить? Когда ты работаешь летом, предположим, в огороде, на даче, колледж дрова, тебе неудобно, ты весь потный, мокрый, на тебя налипли опилки, вокруг летают мухи, оводы кусают тебя. И вот это вот все такое неудобное, все такое какое-то противное, местами омерзительное. Но ты ждешь момент, когда ты пойдешь, окунешься, или примешь душ, или скупнешься в речке, сядешь и выпьешь холодного пива, или кваса, или компоту, узвар, неважно там, что любит. И вот это вот смешивание одного со вторым настолько контрастировало, настолько какая-то вот эта осебятина и билиберда, настолько она потом еще больше подчеркивала какой-то глубокий смысл, который мог открыться с уст тех же героев, которые только что говорили, чушь какую-то, они об этом говорят такие серьезные возвышенные вещи. Интересно очень написано. Стоит переселить себя и прочесть. Но у нас сегодня туз Пентаклей. Мы построим урок с вами традиционно далее. Мы с вами разберем, кстати, вот так у нас туз выглядит в традиционной коллоде Уэйта, и вот он в коллоде Гестава Дере. Естественно, визуально ничего общего. Америку не открою, так было всегда, имеется в виду все предыдущие карты, и вся коллода у нас черно-белая, потому что она является собой репродукцией гравюры. А это у нас, в общем-то, традиционная карта из коллоды Уэйта. Несколько я в замешательстве относительно того, почему выбрали именно маленького Гаргантюа на роль того, чтобы здесь потом сделать надпись туз Пентаклей. Но давайте разбираться, может быть, в этом и был какой-то смысл. Хочу вам зачитать несколько страниц, которые помогут нам раскрыть именно то, что сейчас изображено на карте. И в дальнейшем нам это, естественно, поможет также в нашем уроке. мы видим, что конкретно на этой гравюре показан Гаргантюа, который учится, который грозет гранит науки. Но давайте я зачитаю вам буквально, может быть, несколько строк относительно того, а что предшествовало тому, что Гаргантюа был отдан в школу. Но в какой-то момент, когда его отец Грангузье был, скажем так, в отъезде, а потом вернулся, он узнал, как дела у его сына, и он, сын его, имеется в виду Гаргантюа, стал выхваляться, что он, дескать, знает, чем лучше всего подтираться. Да, вот он нашел идеальный для этого материал, который лучше всего для этого соответствует. Вот как раз хочу об этом и почитать вам. Обратимся к предмету нашего разговора, сказал Грангузье. К какому? спросил Гаргантюа. К испражнениям? Нет, к подтирке, отвечал Грангузье. А, как вы насчет того, чтобы выставить бочонок бретонского, если я восположу на убилопатке? Выставлю, выставлю, обещал Грангузье. Незачем подтираться, коли нет дерьма, продолжал Гаргантюа. А дерьма не бывает, если не покакаешь. Следственно, прежде надобно покакать, а потом уж подтереться. Как ты здорово рассуждаешь, мой мальчик, воскликнул Грангузье. Ей, богу, ты у меня в ближайшее же время выступишь на диспуте в Сорбоне, и тебе присудит докторскую степень. Ты умен не по летам. Сделай милость, однако же, продолжай подтиральное свое рассуждение. Клянусь бородой, и я тебе выставлю не бочонок, а целых шестьдесят бочек доброго бритонского вина, какое выделывается отнюдь не в Британии, а в славной Вероне. Потом я еще подтирался, продолжал Гаргантюа, головной повязкой, думкой, туфлей, охотничьей сумкой, корзинкой. Ну, все это было долужи и вам прескверная подтирка. Наконец, шляпами. Надо бы вам сказать, что есть шляпы гладкие, есть шерстистые, есть ворсистые, есть шелковистые, есть атласистые. Лучше других шерстистые, кишечные извержения отлично ими очищаются. Подтирался я еще курицей, петухом, цыпленком, телячей шкурой, зайцем, голубем, бакланом, адвокатским мешком, капюшоном, чипцом, чучелом птицы. А в заключении, однако же, я должен сказать следующее. Лучшая в мире подтирка это пушистый гусенок. Уверяю вас, только когда вы просовываете его себе между ног, то держите его за голову. Вашему отверстию в это время бывает необыкновенно приятно. Во-первых, потому что пух у гусенка нежный, а во-вторых, потому что сам гусенок тепленький, и это тепло через задний проход, и кишечник без труда проникает в область сердца и мозга. И напрасно вы думаете, будто всем своим блаженством в Елисейских полях герои и полубоги, обязаны Асфаделем, Амрозе и Нектару, как тут у нас болтают старухи. По-моему, все дело в том, что они потираются гусятами. И таково мнение ученейшего Иоанна Скотта. Послушав такие речи и удостоверившись, что Грагантюа отличается возвышенным складом ума и необычайной сметливостью, Добряк-Грангузье пришел в совершенный восторг. Он сказал его нянькам, Филипп, царь македонский, понял, насколько умен его сын Александр, потому как ловко он правил конем. А ведь конь этот был лихой, с норовом, так что никто не решался на него сесть. Он сбрасывал всех. Одному всаднику шею сломает, другому ноги, этому голову проломит, тому челюсть вывихнет. Александр наблюдал за всем этим на ипподроме и, наконец, пришел к заключению, что лошадь бесится от страха, а боится она своей же собственной тени. Тогда, вскочив на коня, он погнал его против солнца, так что тень падала сзади и таким способом его приручил. И тут отец удостоверился, что у его сына воистину божественный разум и взял ему в учителя никого другого, как Аристотеля, которого тогда признавали за лучшего греческого философа. Я же скажу вам, что один этот разговор, который я сейчас вел в вашем присутствии с сыном моим Гаргантюа, убеждает меня в том, что ум его заключает в себе нечто божественное. До того он остер, тонок, глубок и ясен. Его надо только обучить всем наукам, и он достигнет высшей степени мудрости. Того ради я намерен приставить к нему какого-нибудь ученого, и пусть ученый преподаст ему все, что только мой сын способен усвоить. А уж я ничего для этого не пожалею. Не точно. Мальчику взяли в наставники великого богослова, магистра, тубала, алаферна. И магистр так хорошо сумел преподать ему азбуку, что тот выучил ее наизусть, в обратном порядке, для чего потребовалось пять лет и три месяца. Зачем затем учитель прочел с ним Доната, Фацет, Теодоле и параболы Алана, для чего потребовалось тринадцать лет, шесть месяцев и две недели. Должны при этом заметить, что одновременно он учил Грагантюа писать готическими буквами, и тот переписывал все свои учебники, ибо искусство книгопечатания тогда еще не было изобретено. Далее Тубал Аллаферн прочел с ним Демодис Сигнификанди с комментариями Пустомелиуса, Аболтуса, Прутпруди, Галео, Жанна Теленка, Гроши Мунцена и пропасть других, для чего потребовалось восемнадцать лет и одиннадцать с лишним месяцев. И все это Грагантюа так хорошо усвоил, что на экзамене сумел ответить все наизусть во обратном порядке и доказал матери, как дважды два, что Демодис Сигнификанди нон эрат сциентия. Далее Тубал Аллаферн прочел с ним календарь, для чего потребовалось верных шестнадцать лет и два месяца, и тут означенный наставник скончался в год 1420-й от Льюэса, что он поймал когда-то. Его сменил еще один старый хрен магистр дурако простофиль, и тот прочел с ним гугуция, греческий язык эбирара, доктринал, части речи, квит эст, суплюментум, бестолкование, демарибус инменса сервандис, декватер, виртутибус кардиналибус, сенеки, пасаванти, пасаванти кум комэнто. В праздничные дни дорми секуре, и еще кое-что в этом же роде, отчего Грагантюа так поумнел, что уж нам с вами никак бы за ним не угнаться. Между тем, отец стал замечать, что сын его точно оказывает большие успехи, что от книг его не оторвешь, но что впрок это ему не идет, и что к завершению всего он глупеет, тупеет, и час отча состановится рассеяние и бестолковее. Грангузье пожаловался на это Дону Филиппу де Море, вице-королю Папе Легосскому, и услышал в ответ, что лучше совсем ничему не учиться, чем учиться по таким книгам под руководством таких наставников, ибо их наука бредни, а их мудрость напыщенный вздор, сбивающий с толку лучшее, благороднейшие умы и губящий цвет юношества. «Коле на то пошло, сказал вице-король, пригласите к себе, кого-нибудь из нынешних молодых людей, проучившихся года два, не больше. И вот, если он уступит вашему сыну по части здравомысля, красноречия, находчивости, обходительности и благовоспитанности, можете считать меня последним вралем». Грангузье сказал, «Посмотрите на этого отрока, ему еще нет двенадцати, давайте удостоверимся, кто больше знает, старые прознословы или же современные молодые люди». Грангузье согласился произвести этот опыт и велел Пажу начинать. Тогда Евдемон испросил дозволение у своего господина, вице-короля, встал и, держа шляпу в руках, устремив на Грагантьюа свой честный и уверенный взгляд и раскрыв румяные уста, с юношеской скромностью принялся славить его и превозносить. Во-первых, за его добродетелей и благонравие, во-вторых, за ученость, в-третьих, за благородство, в-четвертых, за телесную красоту. Азосим стал в самых мягких выражениях убеждать его относиться к отцу с особым почтением за то, что отец, сделал все от себя зависящее, чтобы дать сыну наилучшее образование. Под конец он обратился к Грагантюа с просьбой считать его своим преданнейшим слугою, ибо сейчас он, Эвдемон, просит неба только об одной дискать милости с Божьей помощью чем-либо угодить Грагантюа и оказать ему какую-либо важную услугу. Вся эта речь была пронизана внятно и громогласна на прекрасном латинском языке, весьма изысканным слогом, скорее напоминавшим слог доброго старого Гракха, Цицерона или же Эмилия, чем современного юнца, и сопровождалась подобающими движениями. Грагантюа Грагантюа вместо ответа заревел, как корова и уткнулся носом в шляпу, и в эту минуту он был также способен произнести речь, как дохлый осел пукнуть. Грангузье до того взбеленился, что чуть было не убил на месте магистра дураку. Однако вышеупомянутый Деморе обратился к нему с красноречивым увещанием, и гнев Грангузье утих. Он велел уплатить наставнику жалования, напоить его по-богословски, а затем отправить ко всем чертям. Эх, хоть бы он нынче нализался, как англичанин и околел, промолвил Грангузье, тогда бы уж нам ничего не нужно было ему платить. Когда магистр дурака удалился, Грангузье спросил у вице-короля, кого бы он посоветовал взять в наставники Гаргантюа. И тут между ними было условлено, что эти обязанности примет на себя панакрат, воспитатель Эфдемона, и что они все вместе отправятся в Париж, дабы ознакомиться с тем, как там теперь поставлено обучение французских юношей. Вот такое повествование, которое немножко предшествует, описывает то, что изображено на карте, и дает нам понимание, а что же будет дальше. Дальше, в общем-то, Гаргантюа вместе с новоиспеченным его другом Эфдемоном и с его наставником панакратом выдвигается в Париж для того, чтобы там получать дальнейшее образование. Но то, что изображено на карте, мы с вами увидели. 16, там вначале было 3 года, потом 16, плюс 16, плюс 16, сколько у нас? 32 и 16, 48, 48 лет. И за 48 лет его отец Грангузье заметил, что Гаргантюа тупее и ему это впрок не идет. что значит впрок? То есть, он не может наперед научиться. Ему от этого ни холодно, ни жарко, даже наоборот. И мы видим, что случается некая словесная дуэль, точнее, она могла бы случиться, но Гаргантюа так проникся словами Эфдемона, что он просто расплакался и не в силах был ничего сказать, как, в общем-то, мертвый осел пукнуть. Вот такие вот сравнения чудесные. И это самые мягкие, которые там попадаются, вы уж не поверьте. Итак, давайте теперь после этого прочтения обратимся с вами к традиционному описанию карты туз-пентаклей и попытаемся, помня рассказ и помня о том, кто у нас такой Гаргантюа. Это у нас наследный принц, если что. Это у нас великан. Ну и должен сказать, забегая наперед, что это у нас великан с большим потенциалом. И он таки стал большим человеком впоследствии, родив в итоге своего сына Пантагрюэля, который стал не менее великим, чем его отец и чем его дед. Но почему же туз-пентаклей? Давайте читать. Предлагаю переместиться у нас в традиционное значение и посмотреть, что здесь есть. Так, туз-пентаклей. Туз-пентаклей в раскладе очень хороший знак вообще. Он несет отличные виды на будущее и реальную удачу. Начало чего-то нового, появление новых ресурсов и приоритетов, приобретение конкретных благ. Стоит, кстати, напомнить, что, в общем-то, как и все тузы, туз-пентаклей, он, во-первых, означает свою стихию. Во-вторых, это предвестник чего-то нового. Учитывая, что на всех тузах из традиционной колоды Уэйта знак масти держит рука, божественная рука, рука, которая возникает из ниоткуда, из облака, она, скорее, предоставляет нам некий шанс. Хотите, судьба, божье провидение, карма, Всевышний, Аллах, кто угодно, что-то нечеловеческое предоставляет вам возможность на что-то. в данном случае пентакли. Пентакли, это у нас вполне такая себе материальная стихия, это у нас стихия земли. Она одновременно и самая богатая, потому что все у нас стекается в землю, все, что растет, все, что производится, все, что рождается, самородки, золото, урожай, все абсолютно идет из земли и в землю уже потом возвращается. Это самая медленная стихия с одной стороны, но и с другой стороны самая прогнозируемая, самая уверенная, самая стабильная. С ней понятно, как работать. Любой дачник прекрасно знает, что если осенью посадить на равном расстоянии зубчики чеснока, то они непременно весной вылезут из-под земли, а летом дадут хороший урожай. И так со всем, так и с семьями огурцов, помидоров, можно дерево посадить и через лет десять вырастет большая яблоня. Яблоки можно собирать ведрами. Все медленно, прогнозируемо, стабильно. Но тузы это всегда шанс, это всегда некая возможность. В нашем современном мире, который насквозь пропитан материализмом, капитализм, который сквозит со всех щелей, он так и говорит успешный успех, как достичь того, как достичь этого, и все так или иначе сводится к материальным благам. Как заставить себя не заниматься прокраски нацией, пять лучших советов, как заставить себя быть успешным человеком, и все в том же духе, все вращается вокруг материального, поэтому такая карта очень часто людьми, обычными обывателями воспринимается крайне положительно, потому что сулит некие материальные блага, что-то ощутимое, что-то для себя любимого, наконец-то я услышан, молитвы мои дошли до Господа, и он не спосылает мне эту здоровенную огромную монету. Вот такой вот туз. Так он чаще всего воспринимается по-цыгански, буквально, но, как мы сегодня с вами убедимся, можно даже и саморазвитием, так сказать, заниматься по тузу Пентакли. Любой туз это дар, который дается как возможность нового опыта. Мы с вами уже разбирали, кстати, на предыдущем уроке, туз, мечей, это стихия воздух, это, конечно, в отличие от Пентакли, некая такая отстраненность, холодность, с одной стороны, а с другой стороны, это и прояснение ситуации. В любом случае, туз это некий шанс, шанс на что-то. Давайте понимать, на что шанс у нас туз Пентаклич. Здесь это дар материальной реальности, процветание, достаточность, доход, обилие ресурсов, прежде всего, земных, конечно. Что-то просто дается, как дар жизни, и обычно материальное. Почему дается просто, да, вот рука это протягивает, и все. Не знаю, не знаю, я не спрашивайте меня, почему, почему Грагантюа, сидящий возле глобуса, почему он мог быть таким замечательным пажом Пентакли, но почему он туз, потому что он большой, или потому что глобус круглый. Да, в целом, то, как выглядит вся жизнь Грагантюа и Пентагриэля, она действительно похожа на жизнь, прожитую по тузу Пентакли. Не то, чтобы эти ребята были напрочь лишены каких-то трудностей. И мы сейчас поймем, что туз Пентакли не лишен трудностей. В общем, давайте читать, подытожим потом в конце. Иногда означает богатство иного рода, но в любом случае это возможность приобрести что-то очень ценное. Материалистическая энергия туза Пентакли помогает извлекать пользу из всего. И теперь мы разберем с вами в четырех стихиях, как у нас этот туз выглядит, как он может не то, чтобы проигрываться на практике, но скорее, что мы должны понимать по тузу Пентакли. Саморазвитие. Туз Пентакли это не просто материальное богатство. Это соединение материального и духовного благополучия. Аркан учит, что благосостояние это предельно естественное состояние человека. Оно не препятствует, а помогает выражать свою духовность и творческий потенциал в этом мире. Тут впору вспомнить короля Пентакли. Он у нас был представлен Киром, который помогал восстановить храм в Иерусалиме и который разрешил иудеям вернуться для того, чтобы заняться этим самым восстановлением. Для этого он выделил деньги. И стоит также вспомнить, что Кир, он как настоящий король Пентакли был в ответе за тех, кого мы приручаем это само собой. Но и он также имел возможность помните на таком высоком уровне прокачки по зодиакальному дому через материальный мир делать что-то конкретное, полезное для духовного развития всех людей. Ну, потому что он король. Если мы здесь убираем короля, выносим за скобки и оставим только саму масть Пентаклей и рассматриваем сейчас это в разрезе саморазвития, то мы понимаем, что через что-то материальное, через что-то конкретное, то, что можно потрогать, пощупать, мы можем влиять как-то на свою духовность. Я уже не помню, в какой из лекций шла речь о том, что мы все с вами материальные, физические, создания личности. С одной стороны, у нас есть тела, но с другой стороны, у нас также есть души. Насколько вы себя отождествляете на 100% со своим телом или нет, это дело лично каждого, но стоит, может быть, заметить, что на определенном уровне прокачки, развития человека, он начинает себя ощущать отдельно от своего тела, то есть есть личность, а есть тело в виде инструмента, в котором он находится временно, здесь, на земле, и он ухаживает за этим инструментом, он им пользуется, и он развивает себя настоящего с помощью этого инструмента, без него невозможно развитие, без тела невозможно ни роста, ни развития, просто так случилось, что со временем наши тела стали почему-то преобладать над нашей духовной личностью, и наши тела стали нам диктовать, чего они хотят, есть, пить, секса, я не говорю, что этого не должно быть, к тому, что по Аркану умеренность это должно быть в балансе и одно, и второе, так вот, по Тузу Пентакли речь идет о том, что с помощью этого самого материального мира, с помощью наших физических тел, мы можем получать духовное развитие для самих себя, Аркан учит, что благосостояние это предельно естественное состояние человека, оно не препятствует, а помогает выражать свою духовность и творческий потенциал в этом мире, ну, а иначе как выразить, как реализоваться только в физическом мире, там что-то внутри, кто-то тебя живет, сидит, но он эту реализацию дает в физический мир, то есть конкретную помощь, слова, которые мы произносим, действия, которые мы делаем, заботу, которую мы совершаем для своих родных, близких, а порой и не близких, и не родных, но тоже совершаем, просто так, потому что хотим. Поэтому нам, поэтому надо оставаться открытым всем формам обогащения жизни. Большинство из нас живет с постоянным ощущением ограниченности в благах, нехватки, недостаточности чего-либо такого, чего бы нам хотелось бы обладать. Да вот есть такое постоянное ощущение, что вроде бы как бы все есть, да чего-то не хватает постоянно. И у кого не спроси, на разных уровнях социальных слоев, уровне дохода и достатка, есть такое ощущение. Как и все тузы, туз пентаклей бросает вызов нашему голоду. Вызов со словами «Да легко! Завались! Вот, вот, вот и вот!» И тут ты обнаруживаешь, что тебе некуда девать его дыры. Ты начинаешь смущаться, пугаться, сомневаться и чувствовать, что в тебя и твою жизнь все это просто не лезет. Ты, именно ты, не так уж готов жить этой исполненной изобилия жизнью, спокойно оставаясь открытым все новому притоку благ. Урок, который заставляет осознать туз пентаклей, это не тебе чего-то не хватает, это тебя самого на что-то не хватает, чтобы по достоинству вместить это. Да, это могут быть такие высокопарные слова и такое какое-то громкое заявление из разряда «не стоит прогибаться под изменчивость». Ой, наоборот, «не стоит мир прогибать под себя, пусть мир прогнется под нас». Имеется в виду, что я сам себя запутал, имеется в виду, что есть некая какая-то абстрактная или вполне конкретная ситуация, и она не является в абсолюте как таковой, эта ситуация, она таковой является лишь из-за того, как мы эту ситуацию воспринимаем внутри себя. Вспомните себя самих, вспомните свои детские, подростковые проблемы, или может быть даже проблемы, которые вам удалось решить, или которая сама собой разрешилась спустя какое-то время. Она была, ну скажем, чаще всего просто в отдаленном прошлом, это воспринимается легче, потому что детские проблемы, они воспринимаются детскими. Так я вот к тому, что, когда мы были детьми, эти проблемы воспринимались вполне конкретными, реальными, неразрешимыми, проблемы, которые вот просто как стена перед нами становились, и мы не знали, что с этим делать. А сейчас даже не спустя прожитую жизнь они разрешили сами собой. Мы понимаем, что окажись мы сейчас в той ситуации, которая была в нашем детстве, но естественно с нашим взрослым сознанием, опытом, для нас это вообще не проблема. Все наши детские проблемы мы бы решали вот так вот, просто по щелчку пальцев. Так что же получается? Те проблемы были не проблемами? Нет, вполне реальными проблемами. А что же нам мешало на них посмотреть так, как мы смотрим сейчас, будучи взрослыми? Что мешало? Вот именно мы сами и мешали. Наш уровень развития мешал. Вот об этом и говорит Туз Пентаклич, что блага-то эти, они всегда были, они никуда не деваются. Проблема не в том, что их мало тебе, а в том, что тебя мало их воспринять вовнутрь себя. Мы чем-то загружены, мы чем-то забиты, мы чем-то засорены настолько, что то хорошее, что вокруг нас, то, что мы ждем, оно в нас не может попасть. Вспомните, пожалуйста, как мы сами на предыдущих лекциях говорили на разных уровнях прокачки разных зодиакальных домов и седьмого, и первого, и десятого. Как правило, на четвертом, на третьем, на четвертом уровне речь шла о том, что человек не имеет внешних врагов, не имеет внешних проблем, все сводится к тому, что он решает это внутри себя, а враги, которые и появляются, или ситуация, которая кажется враждебными, являются лишь как зеркало, они лишь подсвечивают то, над чем человеку нужно поработать внутри себя. Это как некий такой сигнификатор, как некий такой, может быть, сигнал, который обозначивает человеку, о, смотри, а вот здесь ты еще не наработал, а вот здесь стоит немножко отмотать время назад и пройти этот урок заново, и вот так допилить прям до совершенства, до идеала. Туз Пентакли говорит о том же, вот данная эта фраза, о том, что это всегда было, это всегда есть, оно никуда не девается, ни это богатство, ни золото, ни процветание, хотя здесь не только материальное. Дело в том, что мы, в нас проблема, мы это не можем вместить в себя, в нас это не помещается, надо поработать над собой. Туз Пентакли напоминает, что все земное, духовно, что там наверху, говорил Гермес Тресмегист, трижды величайший, то и тут внизу, оно одинаково отражением является. И мы созданы по образу и подобию Бога, и мир вокруг нас, наблюдая за ним, как он меняется, как он что-то умирает, что-то рождается, что-то исчезает, что-то появляется, но оно никуда не девается, оно здесь все замкнутое, оно просто перетекает из одного в другое. и можно получать благо и наслаждение как из отсутствия чего-то, так и из наличия того, что есть. Туз Пентакли напоминает, что все земное духовно. прими прими все, что подарит тебе этот мир, говорит он, погрузись в него, вернись к нему и познавай тайны жизни. Она полна чудес, жизнь имеется в виду, не требующие никаких специальных магических манипуляций, потому что в ней все магия, все явное в ней тайно, все обращаться с телом как с живым храмом души, видеть священно действия в самых простых вещах, чувствовать физическое счастье. Я поделюсь своим опытом, и я уверен, что те, кто смотрит меня, подобные лекции, таких большинство, и точно об этом же задумывались, что самые простые вещи, те, которые бесплатные, то есть за которые не нужно платить деньгами, они зачастую самые приятные, и они всегда в доступе для всех людей. Я говорю о таких элементарных вещах, как солнце, например, хорошая погода, возможность поесть, сон. Я понимаю, что я сейчас могу выглядеть и звучать как некий старикан, говорящий о тех вещах, о которых стоит задумываться, когда у тебе уже кости скрипят, и в общем-то ты ничем другим порадоваться не можешь, но я хочу сказать просто еще раз о том, что то, что нам приносит счастье, то, что может нас наполнять, то, что может нам давать ощущение полноты, оно было всегда, оно есть всегда, оно никуда не девалось и не денется, вас не будет, оно тоже не денется, вы будете, оно тоже с вами, и когда вам плохо, оно было, и когда вам хорошо, оно тоже было, а то, что мы не можем это вовремя заметить, оценить, принять в себя, это уже наша проблема, так сказать, не можем. Я просто договорил с той точки зрения, что не потому, что я всегда таким был, так родился и думал уже, да и сейчас я не то, чтобы тоже был каким-то просвещенным, нет, я также в общем-то хочу автомобиль, хочу квартиру, хочу дом, хочу часы, хочу много чего, хочу, новый мобильный телефон и куча всего материального того, что предлагает этот мир, но в какой-то момент, когда я проживаю просто очередной день или утро, когда просыпаюсь рано, бегу, например, на речку, могу скупнуться, посидеть на берегу той самой речки, послушать пение птиц или о чем-то подумать, я понимаю, или вечером, когда ложусь спать в конце уставшего дня, особенно, когда день был плодотворный, когда я много чего успел, особенно, когда это, может быть, не для себя любимого, только старался, и сон так приятен, особенно, когда была усталость в течение дня, когда не было усталости, когда ты день потратил непонятно на что, на просмотре фильмов, на какой-то отдых, то вот ты ложишься как-то с тяжелым каким-то сердцем, а бывает, ложишься, тело устало, а душа так приятно, ты ложишься и ты понимаешь, что те вещи, которые в течение дня были, которые радовали тебя больше всего, они бесплатные, они просто были, ты просто их увидел, ты просто их прожил, ты ими воспользовался, и все, и все. Общение с близкими людьми, которые просто есть, просто рядом, и ты с ними говоришь, да, дорогого стоит, чтобы они были рядом, и чтобы ты был таковым же для них, как и они для тебя. Но это тоже те же простые элементарные вещи, которые можно отнести к Тузу Пентакли. Давайте не думать, что Туз Пентакли это автомобиль, это часы, это новый мобильный телефон. Туз Пентакли это наш материальный мир, это то, что вокруг нас, это то, что мы воспринимаем с помощью Пентакли, с помощью наших пяти органов чувств, с помощью зрения, слуха, обоняния, ветер, да, приятно обдувает нас. А остальное, это классно, классно проехаться в Камриолете и получить те же прикольные ощущения, тоже дуновение ветра, те же запахи, которые могут окружать, переместиться в какое-то прекрасное место быстро, так быстро, как ты не можешь это сделать на своих двух ногах. Но это вторично, честно говоря, все. Будем когда сами говорить, а вы сейчас подумаете, что я прям такой оторванный какой-то от жизни. Смею вас разуверить, это не так. Когда будем говорить сами о финансах, мы убедимся, что это очень такая финансовая карта, которая прям говорит об этом. Ну а как иначе, как без этого, если ты посадил осенью тюльпаны в виде луковиц, то весной непременно у тебя будут цветы. Хочешь, собери их и поставь в вазу. Хочешь, собери их и продай. 8 марта они будут в цене, сможешь выручить неплохую копеечку. Вот пентакли. Но если ты получаешь еще и наслаждение от этого, если у тебя в первую очередь стоит такая цель, то это как бонус приятные деньги получаются. Ладно. Тут еще такую заметочку себе я оставил. Что такое опыт? Мы с вами уже неоднократно говорили насчет опыта. Опыт это как раз у нас есть те самые пентакли. Точнее, по пентаклям часто проходит опыт. Почему? Потому что это определенные действия, которые мы совершаем за единицу времени. Таким образом мы получаем опыт. А вот побочный продукт это как раз и есть те пентакли, которые мы привыкли видеть здесь в руке Бога. Имеется в виду конкретные какие-то материальные блага. В виде денег, в виде чего-то натурального. Крова дала молоко, огород вырастил капусту. Финансы. Ой. Так. Так. В сфере финансов мало какая карта в отличие от туза пентаклей способна так порадовать в трудные времена. А времена трудные всегда, да? Всегда хочется получить самый большой туз пентаклей. Традиционные значения туза пентаклей, о которых можно догадаться, даже если ты ничего не знаешь о картах Таро, просто на нее посмотрел, это преобретение, богатство, получение денег, даров, ценностей. В общем, в какую область в любую связанную с финансами не ткни, это везде будет классно, это везде будет благо, это всегда будет какое-то преимущество, выигрыш, как хотите, так и называйтесь. Синонимов много может быть у этого слова, но настроение карты понятное такое. Кардиера. В общем-то все то же самое, да? Это у нас будет и шанс, это у нас будет некий потенциал, но давайте. Значение этой карты практически всеми угадывается без подсказок, интуитивно. Удача в бизнесе, высокий статус, если мы говорим о человеке. Все же зависит от чего, от вопроса, да? какой вопрос мы задаем и получаем ответ, так мы его и трактуем. Какую должность я получу, если устроюсь на такую-такую работу? Вон выпадает такая карта, о, можно сразу понимать, что как минимум она будет денежная. Соседние карты еще могут подсказать, в какую сторону вы продвинетесь и какую должность займете, если все-таки речь о должности. Но тем не менее, если мы говорим о карьере, то это у нас удача в бизнесе, высокий статус, заметная должность, ответственный пост, достижение вершины. Также может говорить о большом потенциальном успехе, каком-то данном проекте, бизнесе, в каком-то развитии. Получение удовлетворения от работы и материального вознаграждения, тоже немаловажный бонус. Вспоминайте восьмерку Пентаклей. И вообще с Пентаклями классно взаимодействовать, когда ты получаешь от этого кайф. Когда это не деньги, точнее, не работы ради денег, когда это работы ради удовольствия. Еще раз, опыт, что это такое у нас? Действие плюс время. Побочный продукт что? Правильно, Пентакли. Мы получаем с вами опыт, но параллельно с этим неизбежно так мир устроен, по-другому не может быть, потому что мы с вами все сделаны из глины. Мы сделаны из земли, мы сделаны из Пентаклей. Неизбежно мы так функционируем, что когда мы что-то с вами делаем, постоянно, целенаправленно, бьем в одну точку, а еще было бы неплохо, чтобы это, кроме того, что нам нравится, было еще полезно для общества, мы непременно будем получать с вами побочный продукт материального вознаграждения. Да. Отношения. Если говорить про отношения, то это новый, счастливый поворот событий, это прекрасные перспективы для совместной жизни. Туз Пентаклей это индикатор крепких и устойчивых отношений, имеющих многолетний потенциал. Некоторые авторы считают, что в сочетании с Арканом Звезда такие отношения можно считать пожизненными. Ну, Звезда это имеется в виду что-то, помните, путеводная Звезда или Вифлеемская Звезда, то, что указывает путь. Путь для чего? Для того, чтобы прожить всю жизнь. Волхвы шли на эту самую Вифлеемскую Звезду, они, волхвы, те самые астрологи, они эту Звезду высчитывали, рассчитывали и ждали всю свою жизнь. И когда она появилась, они незамедлительно к ней пошли. И все, кто маломальски знакомы с картами Теро, знают о том, что Аркан Звезда, кроме прочих значений, указывает на ту самую цель. Он дает свет в конце если хотите направление, понимание, надежду. А эта карта со Звездой, ну вот вам, пожалуйста, пожизненная любовь до гроба. Другие авторы ошибочно полагают, что в чувствах не место Пентаклян. Туз Пентаклей также хорош для отношений, как и Туз Чаш, только с большим акцентом на чувственный аспект обладания, физическое влечение. Да, чувства и эмоции это разные вещи. Чаще всего, когда мы говорим о чувствах, а что мужчина чувствует к этой девушке, а что девушка испытывает, то бишь, чувствует к этому мужчине. Но чувства и эмоции это не тождественное понятие. В русском языке они звучат по-разному, а порой означают одно и то же, но когда мы говорим о чувствах, мы скорее говорим во-вот, ай, больно, или приятно, так ветерочек дует, или солнышко на меня светит, или чем-нибудь вкусное попробовал, вот это и есть чувство. То, как мы воспринимаем окружающий нас мир, наше тело, оно обладает пятью органами чувств, известных всем людям, с помощью которых мы и воспринимаем все, с чем мы взаимодействуем. Поэтому потузу пентаклей это как раз очень такие, как это, с большим акцентом на чувственный аспект. Это не просто, когда там что-то внутри возникло само по себе, это очень такое близкое нам родное, пентакливое, то, что ощущается с нами с детства, с молоком матери впиталось в нас. А ну-ка, девушки, скажите мне, вот из четырех рыцарей, кого бы вы себе рассматривали в потенциальных женихов? Рыцарь кубков, рыцарь жезлов, может быть, рыцарь мечей? Нет. Я думаю, что процентов девяносто точно скажет, рыцарь пентаклей, это самый надежный, самый проверенный, да, немножко тормоз, я его таким люблю, он не нужен. За ним, как за каменной стеной, потенциально он станет королем пентаклей. А вот этот рыцарь жезлов прибежал, убежал, рыцарь мечей, но это вообще не персонаж. Кубки, в общем, со всеми остальными товарищами приятно, кроме рыцаря мечей, так считают девушки. Но в виде жениха, конечно же, лучше рыцаря пентаклей. И тут почему-то кто-то утверждает, будто бы пентаклем не место в чувствах, очень даже место, очень и очень. В любви это, конечно, земные наслаждения. Как правило, в рамках продолжительных и прочных отношений. Очень сексуальная карта. Конечно, в колоде Таро есть много других карт, которые могут указать на это, но среди прочих или если конкретный вполне задан вопрос и выпадает такая карта, стоит помнить, что пентакли это все, что приятно телу. Вот. Подумайте, приятен ли секс телу? Если да, то вот вам ответ. Это очень сексуальная карта. Она имеет особое отношение к плотской любви, настраивая на поиск новых ощущений и открытие новых возможностей к обоюдному удовольствию. Это происходит за счет того, что Туз Пентакли несет большое доверие телу, учит относиться к нему почтительно, страстно и без надуманного стеснения. В общем, очень по-пентакли я себе здесь оставил заметочку рассказать вам пример, который я услышал у пана Романа. Не помню, на какой это была лекция, потому не могу вам дать конкретное направление, что именно прослушать. Пример был, по-моему, такой. Он спрашивал, как если представить каждого конкретного мужчину в роли рыцаря, Пентакли, мячей, жезлов и кубков, с одной стороны, а с другой есть некая девушка абстрактная. И вопрос такой, как повлиять на того или иного рыцаря с помощью чего? Так вот, каждый из этих рыцарей воспринимает по-разному мир, хотя мы все вроде бы в материальных телах находимся. Но тем не менее, если мы говорим о рыцаре Пентакли, то такому мужчине по словам Пана Романа достаточно продемонстрировать красивое женское тело. Это может быть фотография, например, сброшенная по телефону. В общем, все то, что человек воспримет в первую очередь глазами, хотите, ушами. Но то, что он сможет оценить по Пентакли ему, по материальному, то есть что-то, что вызовет в нем вот это ощущение ценности чего-то такого, значимости какой-то. Естественно, если мы говорим о рыцаре Жезлов, то у него можно вызвать желание внутреннее. Тут масса вариантов. Это может быть написанная смс, это может быть какое-то голосовое сообщение, это может быть какой-то намек, какое-то подмигивание. В общем, девушки, вы знаете лучше меня, как с этим справиться. Если мы говорим о рыцаре Кубков, то понятное дело, что это в первую очередь влияние на эмоцию. Что-то такое, включить музыку, прочесть выразительность стих. Я не знаю, что еще можно сделать, губу как-то закусить нижнюю, не верхнюю. Поэтому, ну а мечи прямое указание, вот просто конкретно. Вот так, вот так и вот так. Есть, принял к сведению, делаю или не делаю. То есть, это какие-то прямые указания, это игра поддавки, кто кого, кто сильнее окажется. Вспоминайте Бенедикта Камбербэтча в роли Шерлока Холмса и я говорил, что в одной из серий он с голой барышней у них был как-то называется, не то, что вы подумали, словесная дуэль, вот, интеллектуальная, кто кого. Как в негативном прочтении эти карты могут отыграться? Эта карта Ту-Скентаклей. В перевернутом положении, ну, самое простое, понятно, да, что монетка из рук выпадает. То есть, если мы говорили о том, что это какой-то шанс, это что-то потенциальное, то может речь идти, конечно, об упущенном шансе. В перевернутом положении Ту-Скентаклей может означать неправильное использование имущества или власти, растранжиривание денег, растраты. Вспоминается строчки из Евгения Онегина насчет долгами жил его отец, давал три балла ежегодно и промотался наконец. Да, мотовство также может быть по этой карте. Ну, на самом деле Ту-Скентаклей может быть и прямой, но рядом карты соответствующие покажут о том, что трата этих денег самых идет и причем такая неразумная, потому что деньги-то можно тратить по-разному, можно вложить их в виде инвестиции, а можно их потратить на покупку очередного айфона, никому не нужного. Успех, доставшийся слишком дорого. Вроде как бы успех есть, но дорогой ценой. Обчинка выделки не стоит. Богатство без счастья. Тоже такой момент. Вроде как бы визуально со стороны смотришь, ну прям любо-дорого глянуть. Все соседи завидуют этой семье. А вот изнутри посмотришь, а нет, это просто верточка блестящая. Там внутри все не так. Не то, чтобы потеря, а скорее недополучение денег. Тоже может быть такое. То есть, почему недополучение? Потому что у тебя как бы этих денег еще не было. Это не то, что у тебя в кармане лежало 100 долларов, ты, доставая мобильный телефон, вывернул карман наизнанку и 100 долларов там где-то за ветром они выпали. Нет. Это тебе должны были эти 100 долларов дать, ну предположим, лотерею. Вы там номерочек стирали, стирали, или там что-то записывали, какие-то циферки и может быть не дописали или записали и не пошли, не получили этот выигрыш. Это что-то, что могло бы быть у вас, но его не было. Это не в буквальном смысле потери. Так в принципе может быть. Потенциальная неполученная прибыль, если хотите так. Ну, от этого порой не легче. Первый зодиакальный дом у нас располагается под всеми тузами. Единственное, что, дабы не совсем повторяться по аналогии с предыдущим уроком, особенно учитывая, что они рядом, туз мечей, то я несколько этот самый урок, точнее, описание сжал и добавил здесь очень подходит по описанию Юпитер во втором доме, также мы с вами поговорим о нем. Но, тем не менее, не лишним будет напомнить, что первый зодиакальный дом он в большей степени говорит о нас, а все, помним, тузы, это они нам предоставляются в виде какого-то шанса, это нам что-то дается, это перед нами раскрывается эта возможность получить опыт, пройти этот путь, воспользоваться тем или иным каким-то способом, средством, получить саморазвитие в конце концов. То есть, речь идет о нас. Ну и, конечно же, мы можем быть как таковыми, прям, сейчас будем читать, какими, а можем быть в четвертом доме, уже совершенно на другом уровне саморазвития. Субъективно, включение первого дома означает принятие позиции «Я есть вселенная» или даже «Я есть Бог». Наиболее яркий образ первого дома это певец на эстраде, ослепленный светом прожекторов, не видящий и не слышащий ничего вокруг и поглощенный лишь той гранью себя, которую он в данный момент представляет. Первый дом это у нас овен. Давайте один щелчок. Вот он, первый дом, личность, внешность, взгляды на жизнь, самооценка. И это у нас в общем-то все то, что напрямую отождествляется со мной. Есть «Я». Вот. Первый дом определяет не то, что транслирует человек, а то, как он это делает. Важный момент, важный аспект. Именно как это делается, а не что. Не столько важны знаний, как подача информации. Не столько важно, что ты вообще пришел, сколько важно, как ты зашел. И много таких других вещей. Итак, на первом уровне проработки первого дома человек полностью отождествляется со своей личностью, а личность не отделяет от физического тела. «Вот он, я есть, все, это я. Вот он, мое тело, мой храм, это я. Иного не существует». Человек на самом деле плохо отделил себя от окружающего мира. Он скорее скажет «больно», чем «у меня болит». Значит, «у меня, а что, еще? Кто-то есть, кроме меня? Просто больно, и все. Вот он, я». Больно. На втором уровне проработки первого дома происходит полное отделение человека от окружающего мира. Теперь он может говорить о себе, взирая на свою личность как бы со стороны. На этом уровне человек в определенные периоды своей жизни, особенно в юности, пытается понять, что же такое есть он сам и в чем заключается его индивидуальная неповторимость. Человек считает, что личность свою, чужую нужно формировать, но не относит это занятие к числу важнейших для себя. Произошла перемена, произошла трансформация. Человек вдруг понял, что, во-первых, тело его может быть отдельно от него самого. Нонсенс. Как это вообще может быть? Может. он теперь не на сто процентов отождествляет себя со своим телом. Во-вторых, появляется понимание, что и другие такие же. В-третьих, что он разделяет себя от внешнего мира отдельно. Он уже не скажет больно, он уже скажет мне больно или у меня болит. Понимая, что эту самую личность нужно формировать, оттачивать какие-то разные игры, а не создавать на ней. Но считает, что это важно для политиков, для актеров, для дипломатов, в конце концов. Но он обычный человек, он просто ходит на завод, вытачивает гайки, ему это не надо. на третьем уровне проработки первого дома человек учится видеть свою личность как поверхностный слой своего внутреннего я. Другими словами, теперь у него достаточно большой и дифференцированный, то есть разделенный внутренний мир, который развивается по своим законам и в котором человек может различными способами себя вести, чему-то радоваться, чему-то огорчаться, что-то менять, словом, жить. Третий уровень это следующая ступенька после второго, когда человек еще больше, еще сильнее разделяет свое тело и свою внутреннюю личность. И свое тело он воспринимает скорее как поверхностный слой своей личности. Внутренний мир может быть намного более многообразным, широким, развитым. Там целый мир, который можно также формировать, менять, как ты ходишь в спортзал, качаешь свое тело, как ты питаешься правильной едой, и тогда восстановишься здоровее. То же самое происходит и с твоим внутренним я. И причем это порой могут быть две разные личности. Имеется ввиду тело человека и его душа. хотя видели, что была гармония. На четвертом уровне проработки первого зодиакального дома человек воспринимает свою личность как рабочий инструмент, предназначенный для чего? Для связи внешнего мира и внутреннего и довольно хорошо умеет этим инструментом пользоваться. все это уже четвертая и финальная стадия. Человек дошел до того уровня, когда он разделил совершенно свое тело и воспринимает его как инструмент. Смотрит со стороны. Для мужиков это вообще просто и понятно. Ты берешь классный инструмент, ну я не знаю, для меня например, циркулярную пилу, которая состоит из множества разных деталей. И если этим инструментом приходится работать, то ты его можешь периодически апгрейдить. Ты за ним следишь, ухаживаешь, протираешь, чистишь от пыли, ставишь новый пильный который режет. Если требуется заточка, делаешь ее. Если что-то нужно подмарафетить, пожалуйста. В принципе, ты можешь докупить какие-то составные части, которые улучшат этот самый инструмент и порой могут даже изменить его до неузнаваемости. До и после. Как часто бывает картинка. Для чего это все нужно? Потому что этим инструментом ты что-то делаешь. Что ты делаешь этим инструментом? У каждого разные свои задачи в этом мире. Но естественно в идеале в первую очередь для развития. Для развития, для прохождения какого-то опыта. Параллельно когда мы живем, когда мы ежедневно едим, спим, занимаемся прочими другими делами, мы также и развиваемся. Ну, было бы неплохо, чтобы так оно и было. И этот инструмент, наше тело, он рассматривается как раз как тот, который помогает этому развитию. Без него невозможно читать, невозможно писать, невозможно говорить, невозможно посещать любые мероприятия, которые помогают развиваться твоей душе. Это все невозможно. Но когда этот твой инструмент, твое тело, ты разделил относительно себя внутреннего, это не значит, что ты махнул на него рукой, мол, все, теперь я, это не я, это не главное, главное, вот тот, который я внутри, вот этот алмазик, я буду его халить и лелеять, я буду его гранить, я буду его натирать и полировать, а на тело махнуть рукой. Не получится так, не сработает. Эти вещи так взаимосвязаны. Помните этот магин Давид, два треугольника взаимопроникающие, то, что на небе стремится вниз, а то, что внизу стремится на небо. Инь и янь, мужское и женское, и наш весь мир построен на принципе противоположностей, день и ночь, зима и лето, если хотите, бог и сатана, в конце концов, все это говорит о том, что наш мир дуален, и невозможно махнуть рукой на свое тело и при этом очень хорошо сформировать свою душу. В какой-то момент вы поймете, что тело-то отстает, его нужно подтягивать. И наоборот, ударившись очень слишком в тело, можно забыть и о душе. Поэтому очень важен серединный путь, пройти как паркану умеренность между этих двух холмов, четенько выбрать себе направление и пытаясь по двойке пентаклей балансировать между одним и вторым. Восприятие человека на четвертом уровне прокачки делается в основном безличным, то есть он учится воспринимать все, что вокруг него и с ним происходит без личных чувств и эмоций, искажающих и блокирующих поступающий к нему извне информационно-энергетический поток. Как и всегда, авиасолом подводный путает нас своими сложными битиеватыми умозаключениями и предложениями. Все просто. Человек делает свое восприятие. Что значит восприятие? Восприятие информации, восприятие мира он делает каким? Безличным. То есть ничего не воспринимается лично на свой счет. Соответственно, как робот, эмоции отключаются, чувства отключаются, информация воспринимается просто как флешка, вставленная в компьютер. Просто, чтобы читать инфу, принять ее к сведению и ею воспользоваться по возможности. У этого человека нет самолюбия в общепринятом смысле. А в соответствующих ситуациях возникает лишь сожаление о собственном несовершенстве. Ну, не получилось, да? Потому, что не смог без того, чтобы прям включать мощную эмоциональную составляющую. Личной реакцией для него суть отклонения от истинного пути, своей дхармы, своего предназначения. То, каким путем человек выбрал, чтобы идти или каким путем ему следует идти, как он это чувствует. И давайте теперь почитаем с вами еще о Юпитере во втором доме. Второй дом это у нас, если что, телец и, если что, это у нас также и финансы, это у нас таланты, это у нас также пентакли. Просто, в отличие от первого дома, хоть мы с вами говорим о том, что все тузы это у нас первый дом, но это все-таки больше огненный дом, а если уже говорим прям о пентаклях, о тузе и пентаклях, то стоит также обратить внимание на второй, пусть не на весь дом, но, к примеру, на то, как Юпитер проигрывается во втором доме. вообще, Юпитер дает расширение спектра проявлений дома, в котором он стоит, в любого, в частности, второго. В данном случае это означает большое количество разнообразных проявлений внешнего мира, которые в целом, если нет сильного поражения Юпитера, относятся к человеку благожелательно и склонен приносить дары. Вот, вот эти дары, вот эта благожелательность, это все Юпитер во втором доме, это он расширяет этот самый спектр, это он такой домпродушный Зеус, все это не спосылает на нас. Вот оно. В частности, у человека временами будет много денег, или, по крайней мере, способов их заработать будет много. Но, зато, он будет склонен также широко их тратить. Вот этот, если читать о Грагантюа, а потом о его сыне Пантагриэле, там все с широким размахом, там просто туз Пентакли, вся жизнь как туз Пентакли, там вино льется рекой, там колбасы поедаются не штуками и не килограммами, телегами, вазами поедаются, такое количество невообразимое, и яс таких неисчислимое множество. И жизнь этих людей выглядит подобно Тузу Пентакли, когда всего много, они щедрые, они не скупые, они все это отдают, и у них как будто бы оно прибавляется из ниоткуда, оно еще прибывает и прибывает. Много денег, много возможностей заработать, много возможностей раскрыть свои таланты, много трат, живут на широкую ногу, умеют кутить и веселиться. Почти половина книги, когда мы отбросим философские значения, размышления и умозаключения автора, то и вся книга состоит как раз из этих приятных сцен. для него естественно жить в роскоши, но также естественно трудиться во внешнем мире, его обогащая и украшая. Вот вам, пожалуйста, и то самое саморазвитие по Пентаклям. То есть не только получить, но и давать с той же равной долей и степенью, как мы получаем. И тут хороший вопрос, а что раньше, курица или яйцо? А что раньше? Собрать урожай или посадить урожай? Глубой вопрос, не так ли? Ну почему-то многие люди думают, что сначала вот так должно быть, а потом я буду отдавать. Что же я буду отдавать, если у меня ничего нету? Ну как я отдам? Ну что, мне карманы пустые, вывернуть что ли их? Нет ничего. Оказывается, нет. Оказывается, что ты можешь что-то отдать, что ты можешь вначале посадить урожай этот, а потом ожидать, что он вырастет и воздаст тебе сполна. Этот человек склонен широко смотреть на различные проявления внешнего мира, особенно на те, которые не сильно затрагивают его лично. Его общая этика обычно согласована с социальной и сильно нестандартных ценностей ждать от него трудно. Этот человек ценит изобилие, щедрость, не любит нищеты и убожества на том уровне, на котором он находится. Для каждого свой уровень развития и понимания нищеты и невежества. Но, опять же, снова отсыл, это не просто материальное богатство, это и духовное богатство. И еще раз, чтобы вот прям под корку вот это закрепилось у вас. Наше тело физическое и наше тело духовное. Это суть два пока в нашем материальном мире неразрывных организма. Их можно разделять и нужно, и есть понимание того, что одно без другого как бы могут существовать, но не пока, в смысле не сейчас, потом. Так почему же стоит уделять внимание физическому удовольствию, развитию, процветанию, ублажению себя и забывать о духовном? Невозможно это. Подузу Пентаклей, он об этом говорить невозможно, нужно и одно, и второе развивать, и одно, и второе прокачивать. И там, и там тогда будет благоденствие. Вспоминайте на четвертых уровнях прокачки почти всех домов, как можно решать внешние проблемы, решая их внутри себя, как можно пройти аркан башня внутри себя, не дожидаясь, чтобы тебя молния шандарахнула сзади, не дожидаясь, когда придут амонитяне и разрушат Иерусалим до основания, уже к тебе пришел пророк Амос, он уже по пятерке кубков предупреждает, будет башня, если ты сейчас не поменяешься. И можно поменяться, просто внутри прорабатываешь. И это напрямую влияет на твое материальное физическое тело, а следственно и на весь остальной материальный мир тоже. при гармоничных аспектах Юпитера человеку постоянно везет. Окружающая среда благоприятна и щедра. При поражении тоже везет, но все время как-то не так. Как-то так везет, лучше бы так не везло. Вообще бы никак лучше бы не везло, чем так, как везет. И баланс между человеком и средой сильно нарушается. Есть риск стать паразитом или ввиду непомерной внешней гордыни зазнаться и посвятить свою жизнь исключительно чему? Поверхностному самоутверждению за счет других. То есть такое чисто потребительское отношение «Вы мне все должны дай, 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 я сам не буду развиваться, я во внешний мир ничего отдавать не буду, я только буду получать». Вопрос «Как долго это будет продолжаться? Как долго это может продлиться?» Знающие террологи скажут «До наркана башня». Предлагаю тогда переместиться в значения практически, которые могут у нас проигрываться в каждой из сфер потузу пентаклей. В каждой из сфер, давайте я открою нужную страничку, я имею ввиду в жезлах, это у нас будет карьера, в кубках это взаимоотношения между близкими людьми, чаще всего, противоположного пола, это пентакли, это сфера материальная, чаще всего получение какой-то материальной выгоды, прибыли. Я ни на одном уже уроке, ни на одной лекции говорил о том, что деньги, умение, деньги такая же энергия, и способ обращения с деньгами человечеству известен в трех таких вариациях. Это зарабатывание денег, по-просто вы выходите на работу, получаете зарплату, это сохранение денег, то есть вы эти денежки положили в кошелечек и по возможности ничего не потратили. И третий шаг, это приумножение денег, то есть когда эти ничего не потраченные денежки в кошелечке остаются и накапливаются так, что вываливаются из кошелечка, возникает вопрос, надо их как-то приумножить. В общем, это у нас сфера пентаклей будет. И мечи, это у нас саморазвитие. Саморазвитие, воздух, стихия, казалось бы, но мы сами уже почитали и поговорили о том, что да, возможно, здесь не только материальный мир. Мы неразрывно связаны с миром тонким, с духовным. Итак, если мы говорим о жезлах, это, конечно, потенциал. В принципе, когда такая карта выпадает на любой из раскладов, из заданных вопросов, я думаю, вы уже догадались, что дальше, в принципе, все остальные карты можно собрать, колоду сложить и довольным уйти на заслуженный отдых, потому что эта карта сулит успех, удачу, процветание, благоденствие во всем, в любой сфере, куда ни ткни. Тем не менее, потенциал, рост, начало пути, это может быть шанс какой-то, да, там, на выгодную сделку. Ну, что такое карьера? Карьера чаще всего, какие вопросы у нас возникают? Устройсь на работу, не устройсь. Заключу выгодную сделку, не заключу. Если заключу, насколько она будет выгодная? Стоит доверять этим партнерам, либо не стоит? Ну, и ряд других вопросов, которые так или иначе касаются у нас работы. Ну, или в конце концов, какую профессию выбрать? Тут сложно, какую профессию выбрать. Банкир. Что-то связано с оборотом крупных денег. Инициатива. потузам. Удача. Ну, такие, я же говорю, общие понятия. Можно было бы свести все к одному. Процветание. Ну, вот, отдельно опыт, я бы еще, можно быть, сказал, да, опыт тоже. Вот, видите, как я сегодня мало связываю эти две карты, потому что, честно говоря, сложно мне, вот, прям их так связать. В целом, вся жизнь Грагантюая, Пантагриэля, я уже сказал, что она выглядит, как жизнь прожитая по Юпитеру во втором доме, как жизнь прожитая по Тузу Пентаклий. Но конкретно вот этот момент, когда он грызет гранит науки в течение 32 лет, да, там не говорится, что он был прилежным учеником. И, в принципе, этих 32 года, 35 общей сложности, вообще для него, ой, каких, и 3, 51 год. И там, часто вы, читая книгу, будете поражаться цифрам, которые иногда исчисляются миллионами, миллиардами, по средневековым понятиям, суммы фантастические и несуществующие. То же касается и веса, и роста, и объема, и длины, и всех остальных меризмерения. Но, тем не менее, опыт. Грагантюа здесь приобрел огромный опыт. Будучи еще таким маленьким отроком он уже получил опыт. В кубках, во взаимоотношениях между двумя близкими людьми, но это, кстати, не обязательно противоположного пола, это могут быть и партнеры, это могут быть близкие родственники, близкие друзья, коллеги на работе, которые не просто коллеги, а, скажем так, такие у них уже доверительные отношения, также рассматриваются вот в этой самой сфере. Это крепкие отношения, это земные наслаждения, ну, это уже, конечно, в большей степени длиц противоположного пола. Это плодовитость для кого-то, если нужен такой вопрос. С одной стороны, это и деторождение, как нечто новое, как шанс, как, опять же, что-то материальное, не в смысле денег, опять-таки, да, большое, круглое, а в смысле чего-то нового, что рождается, что появляется из ниоткуда. Вспоминайте императрицу, которая мать, сера, земля, наша матушка, природа, наша планета, земля, она просто всему дает рост, она все это рождает и производит. Вот вам пентакли те самые. Это также новое что-то во взаимоотношениях. Это могут быть новые ощущения в уже существующей паре, это может быть новое знакомство, это какие-то могут быть новые возможности, то есть предвестник чего-то нового и, конечно же, положительного. Соседние карты уже подскажут, в какой конкретной сфере это может быть. Если мы говорим о пентаклях, о финансовой сфере, то это получение денег, в буквальном смысле получения. Это какие-то могут быть инвестиции, это может быть доход или прибыль, широкие какие-то возможности и также может означать и недвижимость. Ну, поскольку что-то материальное, недвижимость в виде земли, в виде квартиры, дома и так далее. Особенно учитывая, что здесь природа изображена, а если на этой карте изображен целый земной шар, то это прям ой, как много недвижимости. Я не шучу. Вы же сами прекрасно знаете, что каждая колода карт, она и уникальна, и индивидуальна, и те вещи, которые там изображены, они очень часто могут проигрываться, просто потому, что они там есть, кроме общих значений, которые существуют в целом в Тузе Пентакли или в какой-то абстрактной карте, абстрактном аркане. Если мы говорим о мечаха саморазвития, впору вспомнить фразу «что наверху, то и внизу», ирместрисмегист, трижды величайший, и это намек к тому, что дальше написал «духовный рост через физические действия». То есть, вырабатывая у себя определенные привычки, а привычки как вырабатываются? Помним правило «нет, не 21 дня, 40 дней», согласно библейским рекомендациям, правило «40 дней», чтобы внедрить какую-то новую привычку или избавиться от старой, которая прочно нас укоренилась, стоит это действие проводить в течение «40 дней» подряд. И тогда, согласно, не британским ученым, нет, а библейским авторам, мы знаем, автор у Библии один, эта привычка плотно укоренится в нашу жизнь и станет нашей второй натурой, и станет, как таковой, которая дается на автомате. не так давно, буквально сегодня, я слушал выступление одного достаточно известного оратора, назовем его так, в том числе, и он говорил о том, приводил пример, как маленьких детей нужно каждый раз заставлять чистить зубы. Это еще не привычка, это то, что нужно контролировать. Но сейчас у нас взрослых, ну и давно уже, подростков, не надо заставлять чистить зубы. Есть вещи, которые просто со временем приходят в нашу жизнь, мы их делаем на автомате, мы от них не избавляемся, особенно, когда понимаем важность, в частности, сохранение гигиены полости рта, эстетики тех самых зубов, мы продолжаем чистить и эти вещи происходят на автомате. Такое ощущение, что мы на это вообще не тратим времени. Это как будто бы по мановению волшебной палочки происходит само собой. Но, тем не менее, когда-то эту привычку нужно было внедрить. Так вот, наш духовный рост под узу Пентаклей, вот он, духовный рост, вот он, наконец-то. Читая дальше, ты понимаешь, каких высот достиг и Гаргантюа, и Пентакреэль в своем развитии, какие умные речи они говорили. Да, это все высмеивается порой, и со страниц книги звучит таким парадоксальным, комическим, гиперболическим, с каким-то явным преувеличением, но сути не меняет. Человек, что один, что второй, достигли достаточно высокого уровня духовного развития только потому, что они учились, потому что они размышляли, потому что они через материальный мир, через пример с этим гусен, маленьким гусенком, я же ему рассказывал, то есть он экспериментировал много и наконец-то он пришел к выводу. Ну и вот путем таких вот эмпирических, так сказать, попыток пришел к какому-то духовному развитию. Вот так я натянул, притянул за уши сюда гаргантюа, чтобы можно было поговорить как-то о духовном росте через физические действия, но это того не исключает. Наше внутреннее я, наша душа неразрывно связана с нашим телом, и наш внутренний дух можно формировать и воспитывать, если хотите, я скажу такую фразу, укращая наше тело, порабощая его, заставляя его что-то делать. И порой такие привычки потом становятся нашей неотемлемой частью и просто на автомате помогают нам поддерживать нашу жизнь на достаточно в таком высоком уровне. Можно приводить кучу примеров, начиная от занятий йоги, заканчивая чтением священного писания, какие-то курсы, да что угодно. Масса есть вещей, которые влияют на наше духовное развитие через наше физическое тело. Достаток по силам каждого. будет дано. Помните, в начале мы говорили о том, что это не тебе не хватает материальных благ этого мира, а ты скорее не готов будешь вместить все это. Ты не готов, да, вот очисти себя, подготовь место, освободи что-нибудь там, лишнее выбрось. Может быть, там все просто занято. Может быть, нет ни одного свободного ящика. может быть, все вешалки заняты шмотками, которые ты давно не носишь, так впору их собрать все в мешок, вымросить. А там, гляди, на новые вешалки, точнее, на старые вешалки будут вешаться новые одежды. Что тут сказать? Туз Пентаклий замечательная карта, которая на какой бы ответ она вопрос, точнее, на какой бы вопрос она не выпала, она всегда будет звучать хорошо. Кстати, мы, может быть, сильно и не говорили по каждому изначению в перевернутом смысле, как она может проиграться, но думаю, вы поняли, что когда мы это еще озвучивали в общем прочтении, что-то может быть скорее как некий упущенный шанс. Да, при соответствующих картах можно также указывать на буквальную потерю денег или что-то материальное, когда оно было и нету, но по большей степени это скорее как то, что могло бы быть потенциально, но ты это профукал, потому что у тебя учителя были такие пустоголовые, 48-51 год тебя учили. Вот и все. Все. Думаю, что дальше будут уроки выходить с такой же регулярностью, как они выходили и с библейскими сюжетами. Во всяком случае ближайших 13, потому что вот первые 14 уже пошел. Поэтому желаю вам всем удачи, всего вам хорошего, желаю вам всем духовного роста, процветания как физического, материального, так и духовного. Пусть все будет в балансе у вас. Всем пока.